Вы думаете, это обычная книга с обычными сказками, с обычными рисунками? На вашем месте я бы тоже так подумал, если бы не знал, что она создана на искусственном интеллекте. Знаю это потому, что я её создал. Ну, по моим указаниям была создана. Вы попросили сделать подробную инструкцию, как создать книгу на чат GPT. И я обещаю, это будет увлекательное, познавательное и полезное видео. Возможно, даже очень прибыльное для некоторых из вас. После просмотра этого ролика вы будете знать, как использовать чат GPT для написания книги, как использовать mid-journey для создания картинок для вашей книги, как работать в канве, чтобы создать обложку для книги и саму книгу. В конце видео я покажу, как правильно загружать книгу на Amazon и расскажу, где ещё её можно продавать. Начнём мы с чат GPT и написанием контента. Как я уже говорил в предыдущем видео, я скептически отношусь к тому, что чат GPT может написать полноценную книгу. Поэтому мы выберем что-то полегче и создадим книгу для детей, где главным персонажем будет маленькая девочка и белый дракон. Привет! Я хочу создать серийную сказку про девочку и её белого дракона. Можешь помочь мне с этим? Напиши первую сказку про то, как они встретились и подружились. Конечно, я могу помочь вам со созданием серийной сказки. Ниже я напишу первую историю про девочку и её белого дракона. Жила-была девочка по имени Алиса в маленькой деревушке на окраине огромного королевства. Она была очень любознательна и всегда хотела узнать больше о мире вокруг неё. Однажды, когда Алиса гуляла в лесу, она наткнулась на странную пещеру, которую никогда раньше не видела. Но Алиса не испугалась и решила зайти внутрь. Внутри пещеры она увидела белого дракона, который спал на огромном камне. Девочка испугалась, но быстро поняла, что дракон не представляет угрозы. Наоборот, он выглядел очень добродушным. Алиса решила подойти к дракону и начала говорить с ним. Она узнала, что дракон был изгнан из своей родной страны и оставлен один наедине со своими мыслями. Девочка была очень сочувствующей и предложила дракону остаться у неё в деревне. Дракон по имени Арктик. Хм, интересное имя. Согласился и стал жить вместе с Алисой. Они быстро подружились и проводили много времени вместе. Арктик защищал Алису от любой опасности, а Алиса учила дракона многим интересным вещам о мире. Так началась их непростая, но увлекательная история дружбы и приключений. Лично мне очень понравилась первая серия сказки. Давайте посмотрим, как он справится дальше. Я его тут спросил. Про что можно написать вторую серию этой сказки? И он, конечно же, начал писать. Во время прогулки по лесу Алиса и Арктик услышали крики о помощи. Они направлялись в сторону звуков и обнаружили, что в затерянной... Упс. И вот мы закончили всю нашу книгу. Ладно, шучу, конечно. Обновите страницу, затем нажмите на эту иконку, после чего Save and Submit. И он продолжил делать своё дело. Такие ошибки есть, они будут. Не бойтесь, просто пробуйте ещё. В принципе, он написал мне продолжение сказки. Вторую серию, она достаточно крутая. А на протоках Алиса и Арктик отправились вместе на прогулку в лес, где услышали крики о помощи, там застряла Малдая Лани и так далее. Можете поставить на паузу и прочитать всё, если вам интересно. Из того, что он написал, мне стало ясно, что он с лёгкостью справится с написанием целой книги с такими сказками. Думаю, вы поняли, как всё работает. И идём дальше. На бесплатном сайте pixabay.com я нашёл эту крутую картинку. Но проблема была в том, что этот дракон красный, а у нас история про белого дракона. И тут я подумал, напишу-ка я чат GPT, чтобы он придумал мне серию про то, как люди из древней боялись дракона Алисы, и он о них разозлился. Когда дракон злится, его цвет меняется на красный. Что удивило Алису, но в конце придумай, как люди убедились в том, что дракон хороший, и всё стало на сервис там. Опять же, если хотите, можете прочитать, что он придумал. Я это прочитал, и мне нравится то, что он сделал, но не будем терять на это много времени. Вот, можете поставить на паузу и прочесть. И последнюю сказку я попросил чат GPT написать про то, как Алиса впервые летала на драконе. Пускай придумает историю про то, как им нужно было от чего-то убежать, и тогда дракон взял Алису и улетел с ней. Не забываем, что мы создаём книжку для детей, и неважно, они будут читать эти сказки, или их родители будут им читать. Чтобы им было интереснее, надо создать красивые картинки. И как вы думаете, какая нейросеть поможет нам с этим? Конечно же, Mid Journey. В Google пишите Mid Journey, и открываете первую ссылку. После чего нажимаете Join Beta. Принимаем приглашение, нажимаем Я Человек, и доказываем это, выбирая нужные картинки. У нас открывается главная страница Дискорда. Если у вас не открылся один из чатов в Mid Journey, то нажимаете на этот кораблик, и выбираете один из этих чатов. Чтобы запросить картинку, начинаете писать в чате слэш и имэдж, нажимаете на эту подсказку, и начинаете описывать картинку, которую хотите получить. Я напишу лес, маленькая девочка и дракон. Хотя нет, белый дракон. И нажимаю Вот. Если это первый раз, когда вы работаете с этой нейросетью, то вас просят принять условия обслуживания. Принимаю. И нейросеть начинает свою работу. Я сейчас вам покажу картинки, которые создал мне Mid Journey. Но вы же не думаете, что у меня получилось с первого раза. Я сделал несколько попыток, чтобы получить картинку, которая мне понравилась и подходит под нашу серию сказки. Говорю вам об этом, чтобы вы понимали, как все устроено. Часто ютуберы показывают, что вот, я написал это и получил такую фантастическую картинку. Но все не так просто. Обычно не показывают только то, что получается. Но не показывают все ошибки и препятствия. Вам нужно быть к этому готовы. Внутри пещеры девочка увидела большого белого дракона, спящего на огромной скале. Он выглядел очень добродушным. Я вставил это на английском в чате, и вот, что он мне сгенерировал. Четыре картинки. Но больше всего мне понравилась четвертая картинка. Ее можно увеличить. Или на ее основе можно создать еще четыре варианта. Чтобы увеличить картинку, нажимаете букву U. Если вы хотите увеличить первую картинку, нажимаете U1. Если хотите, чтобы на ее основе Миджерни создал еще четыре картинки, нажимаете V1. И так далее. В моем случае это U4 и V4. U4, чтобы увеличить качество картинки. V4, чтобы сгенерировать другие четыре картинки на основе этой. Сейчас вы увидите четвертую картинку в хорошем качестве. Сейчас я покажу вам еще одно препятствие Миджерни, о которой люди иногда забывают вам рассказать. Когда я создавал картинку для четвертой серии сказки, эта нейросеть сообщила мне о том, что моя бесплатная пробная версия подошла к концу. И чтобы продолжить работу, я должен купить их подписку. У них три вида подписки. Вы сейчас видите их на своем экране. Но если вы сейчас не готовы платить за эту услугу, то как обычно создавайте новый аккаунт, и у вас опять будет бесплатная пробная версия. У нас есть сказки и есть картинки. Осталось создать готовый продукт. Книгу. И этого мы будем делать на бесплатном сайте Canva. Заходим на сайт canva.com, нажимаем Create a New Design, Custom Size и выбираем 6 на 9 инч. Выбираем именно инч. После чего нажимаем Create a New Design. Что еще тут очень важно, это рамки, куда мы можем поместить свой контент. Если вы не будете соблюдать эти рамки, то при загрузке книги на Amazon у вас появятся такие ошибки. Это из-за того, что наша картинка или наш контент выходит из этих рамок. После того, как я совершил эти ошибки, я создал для себя два шаблона. Шаблон левой стороны страницы и шаблон правой стороны страницы, потому что они разные. Левая сторона страницы это для четных чисел. Такие как 2, 4, 6, 8, 10 и так далее. Правая сторона страницы нечетные числа. Это первая страница, третья страница, пятая, седьмая, девятая и так далее. Давайте так, я вам подружески оставлю все шаблоны в описании, а вы мне подружески лайк поставите. Насколько я знаю, это никак не влияет на продвижение видео. Просто мне приятно. Так как мы начинаем с первой страницы и это нечетное число, то добавляем шаблон правой стороны страницы. И очень внимательно настраиваем его. Наш контент не должен выходить из этих рамок. Я зашел на бесплатном сайте pixabay.com и нашел очень крутую картинку, которую я возьму для обложки своей книги и как первую страницу. Добавляю в канве и очень внимательно настраиваю ее размеры. Очень важно, чтобы было в этих рамках. Дальше мне нужно придумать название книги. Я написал в чат у GPT. Как бы ты назвал книгу с этими сказками? И он мне дал несколько идей. Девочка и ее белый дракон, приключения Алисы и ее друга и так далее. Мне понравилось. Вместе против всех. История Алисы и ее дракона. Так что ее возьму. Просто копирую и вставляю туда в мой проект. Сделаю побольше и настрою так, чтобы было приятно смотреть. После чего можно добавить еще текст. И к примеру написать имя автора. В моем случае я просто напишу moneymakers и вставлю в этот угол. Когда страница готова, нужно удалить шаблон рамки. Просто нажимаем на него и кнопку delete. Добавляем вторую страницу. Так как вторая страница это четное число, добавляем шаблон левой стороны страницы. Идем и копируем первую сказку и вставляем сюда. Опять же быстренько настраиваем под нужный размер. И я добавлю первую картинку. Эту картинку я сделаю прозрачной. Пускай будет как фон на нашем тексте. Настраивайте прозрачность так, чтобы текст был виден. Когда закончили с текстом и картинкой, удаляйте шаблон. Не забывайте удалить шаблон. А сейчас я добавлю еще одну страницу. Это третья страница. Нечетное число. Поэтому шаблон правой стороны страницы. И я добавлю ту фотографию еще раз, но уже без текста. То есть, чтобы картинка была полностью видна. Когда ребенок откроет книгу, на левой странице будет сказка, а на правой картинка. Таким образом продолжайте работу дальше. Добавляйте страницу, добавляйте шаблон, добавляйте сказку и добавляйте картинку. Амазон принимает минимально 24 страницы. На Canva вы можете сделать максимально 100 страниц. Поэтому можете создать в среднем 50 страниц. Когда все готово, нажимаете Share и Download, то есть скачать. И обязательно выбираете PDF Print. После чего кнопку Download. Давайте посмотрим, что получилось. Очень даже ничего. Ребята, мне честно очень нравится. Вот. Первая страница, сказка, рисунок, картинка к сказке. Вторая сказка, опять картинка. Очень прикольно. Сейчас нам нужно создать обложку для нашей книги. Опять заходим в Canva, Create New Design, Custom Size. Вот только сейчас другие размеры. Выбираем опять же Inch и пишем 12.5 9.25. Я для вас создал шаблон обложки книги. И вам остается только заполнить пустые места. Я просто скопирую первую страницу и добавлю ее как обложку. А на обратной стороне обложки я добавлю еще раз эту фотографию, только сделаю и поменьше. И попрошу чат от GPT написать мне краткое содержание этой книги. После чего опять же скачиваем в PDF формате. Наша книга готова. Остается только загрузить ее на маркетплейсах, где можно ее продавать и на этом зарабатывать. Одна из таких площадок является Amazon. Но прежде чем показать вам, как загрузить правильно книгу туда, я хочу поговорить с вами об Amazon. А именно о преимуществах и недостатках. Наверное, самые большие преимущества Amazon в том, что они могут распечатать вашу книгу и отправить покупателю. Тем более, когда речь идет о книге для детей. В этом преимуществе есть один главный недостаток. И это цена доставки. Немногие люди готовы платить за доставку. Особенно, когда цена доставки дороже самой книги. К примеру, если вы продаете книгу за 5 долларов, Amazon добавит еще 2 доллара, это стоимость печати. Плюс уже цена доставки зависит от каждого региона отдельно. К счастью, на Amazon можно загружать книгу и в электронном виде. И в этом случае сразу убираем цену доставки и печати. Так что я рекомендую вам загружать книгу и для печати, и как электронную. Еще есть такая возможность, что в вашем регионе Amazon недоступен. Я не могу сказать, как это можно обойти. Но можете попробовать создать себе счет Payr или Payoneer, потому что Amazon принимает их банковские данные. Можете попробовать, вдруг получится. А если все же не получится, то не расстраивайтесь. Есть много разных площадок, где можно продавать цифровые продукты. Пришло время загрузить книгу на Amazon. Для этого заходите на kdp.amazon.com, кнопка Sign In, после чего Bookshelf, и нажимаем Create. Дальше в нашем случае Paperbug. Но вы можете загрузить и Kindle, и ebook. Это электронная книга Kindle. И тут выбираем, на каком языке наша книга. И только что я узнал, что на русском языке нельзя загрузить книги. Но у нас же есть чат GPT. Поэтому идем к нему и пишем. Переведи первую серию сказки на английском. И как видите, он написал мне No Problem, братан, и написал перевод. Так что вы можете создать сказки либо сразу на английском, либо на русском, чтобы вам было понятней. И уже после этого попросите его перевести на английском или на другом языке. Я сейчас покажу вам все на русском, чтобы вам было понятней, а вы сделаете это на английском через Google Translate или через чат GPT. BookTitle это название книги. Поэтому пишем название книги, именно то, что написано на обложке вашей книги. Дальше надо написать имя автора. Вы можете написать свое имя или любое имя. Главное, чтобы не было имени публичного человека. Например, Роберт Киосаки, Тони Робберс и так далее. Дальше пишем описание книги и добавляем несколько деталей. Такие как, сколько страниц в нашей книге, в какой размер имеет наша книга и так далее. Тут указываю, что это я являюсь автором этой книги. И обязательно нужно написать ключевые слова. Выбираете категорию и нажимаете, что это не контент для взрослых. Тут нужно указать этот код. Если у вас его нету, то просто нажимаете тут, чтобы Amazon предоставил вам бесплатный вариант. Ниша указываем, что у нас цветная книга. Здесь вопрос про обложку книги. Мы выбираем Glossy, это значит глянцевая. На этом этапе мы загружаем книгу и обложку для нашей книги. После чего они загрузились, мы можем посмотреть, как всё получилось, и если нету ошибок. Как видите, мы прошли контроль качества. Вот как выглядит наша книга. Сказка и рисунок. Сказка и рисунок. Тут вы видите, сколько стоит цена печати в разных регионах. Нажимаем «Сохранить» и идём дальше. И мы дошли до момента, где вам надо указать, за сколько вы готовы продать свою книгу. Цена автоматически настраивается под разные регионы и валюту. И сейчас осталось только опубликовать данную книгу. После чего надо подождать несколько дней, и ваша книга будет опубликована. На Амазоне есть такая фишка, что вы можете продвигать вашу книгу прямо на сайте Амазон. Но настроить платную рекламу на этом сайте не так-то просто. Такое продвижение помогает вашему товару появляться выше в результатах поиска. Так можно быстрее найти своих покупателей. И это очень важно. Особенно, когда вы загружаете книгу, и в первые дни у вас есть продажи. Амазон понимает, что у вас хороший продукт, и сам начинает его продвигать. Если вы хотите узнать, как настроить рекламу в Амазон, то напишите об этом в комментариях, и я сделаю видео. Кстати, чуть не забыл. Ещё одно важное откровение. Это будет как бонус для тех, кто досмотрел до этого момента. Очень часто блогеры показывают вам книги со многими продажами. Открывают калькулятор и показывают, сколько заработал тот человек на своих продажах. И обычно это огромные деньги. Но это не вся правда. Таким образом можно посчитать только доход. Но никто, кроме автора, не знает, сколько на самом деле он заработал. Наш подсчёт может составить 50 тысяч долларов. И это огромная сумма. Но мы не знаем, что, возможно, этот человек потратил 40 тысяч только на продвижение его товаров. А его прибыль составляет только 10 тысяч. Я рассказываю вам об этом, чтобы у вас было правильное представление об этой нише. И, в общем, о заработке в интернете. Я надеюсь, это видео было достаточно информативное и принесёт вам пользу. Спасибо, что были со мной до конца. И увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok